В России в эти дни отмечают годовщину начала Советско-финляндской войны. 30 ноября 1939 года Ленинградского военного округа перешли границу с Финляндией. Эта война до сих пор вызывает много споров. Стороны воевали в заваленных снегом лесах и болотах. Обе армии понесли огромные потери. Останки воинов находят до сих пор. Поисковая работа в зимнее время крайне сложна, однако зачастую это единственный шанс добраться до отдаленных мест в непроходимых болотах. В одной из таких экспедиций побывала съемочная группа последних известий. Игорь Андрусенко с подробностями. Я представляю, как здесь в 1939-1940 было. Словно раненых бойцов поисковики переносят съемочную группу через особо топкие места. Минус 15 градусов, но болото здесь не замерзает до конца. Искать зимнюю войну, говорят поисковики, лучше всего зимой. До некоторых мест бывшей советско-финляндской передовой можно добраться только по снегу и в мороз. В этом месте мы пытались прорывать финскую оборону, обычные полевые укрепления. Отдельные полки 24-й и 80-й стрелковой дивизии, входившие в состав 19-го стрелкового корпуса. Но какое конкретно подразделение именно в этом месте участвовало и в какое время, мы еще не установили. Боевое захоронение. Это когда после столкновения погибших стаскивали в общую могилу. Как правило, воронку от снаряда крупного калибра. Вынести тела из болота даже сейчас задача непростая. Не говоря уже об ожесточенных декабрьских боях 1939-го года на Карельском перешейке. Советско-финляндский конфликт, несмотря на кратковременность, был одним из самых кровопролитных. Герои Зимней войны до сих пор лежат в забытых болотных ямах. Вчера, соответственно, были вытащены останки троих. Вот с середины этой ямы человек. Два пехотинца, соответственно, с красными петлицами просто. И один лейтенант с кубарями на погонах. У лейтенанта в нагрудном кармане лежал сверток, в котором находилось два детонатора и две монетки. На финскую войну, несмотря на то, что тоже присутствовал в определенной степени бардак, но тем не менее порядка с воинскими захоронениями было гораздо больше, чем в Великую Отечественную войну. На многие братские могилы существует схема захоронения, где указано, в каком ряду, под каким номером находится какой боец или командир. Карты боевых захоронений Зимней войны до сих пор недоступны петербургским поисковикам. По их информации, эти бумаги хранятся в архивах штаба Западного военного округа. Однако, все запросы остаются без ответов. Опознавать найденных бойцов приходится как получится. Через книги памяти и списки состава частей. Обнаружили подписные вещи. Это вот типичная подписная вещь, котелок с инициалами КВИ, котелок 1938 года. А также нашли ложку, на которой слабо читаются инициалы. Будем, видимо, карандашным методом, либо через сканер пытаться определить. Это поможет нам в последствии в идентификации останков. Игорь Андрусенко, Алексей Хьюркис, Александр Ковальчук. Последнее известие. Ленинградская область.